На повестке дня 59-й сессии районного совета был рассмотрен целый ряд важных вопросов. Больше всего времени заняло рассмотрение выполнения государственных краевых программ в 2019 году. Подробности в нашем следующем репортаже. Здравоохранение, образование, культура и спорт, социальное обеспечение – это то, что волнует каждого кубанца, каждого жителя Славянского района. И государственные краевые программы как раз и призваны обеспечить необходимое финансирование для улучшения благоустройства и роста социального благополучия наших сограждан. Как обеспечивается полное и своевременное освоение бюджетных средств при реализации мероприятий государственных программ в нашем районе? Ответ на этот вопрос прозвучал в докладах на сессии Совета Славянского района. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко рассказал о том, как реализуются программы по развитию образования, культуры и «Дети Кубани». Первая программа – это развитие образования. В рамках реализации этой программы, на реализацию тех мероприятий, которые есть запланированы, нам получена сумма общая 69 млн 334 тыс. рублей. И средства софинансирования нового спамя в бюджетах составили 8 млн 528 тыс. рублей. По восьми направлениям реализовалась эта программа. На 100% были освоены выделенные средства, которые обеспечили не только сохранение высокого уровня дошкольного, общего и дополнительного образования, но и дальнейшее их развитие. В том числе капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство прилегающих территорий. Были приобретены автобусы и микроавтобусы, а также обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков. Из значимых объектов, отремонтированных по программе развития культуры, стоит отметить здание детской художественной школы, известный дом купца Мазепы. Программа «Дети Кубани» дала возможность побывать юным славянцам в летнее время в лагерях отдыха, а также обеспечить жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В рамках реализации программы формирования современной городской среды был завершен первый этап благоустройства Северного парка. Стоимость работ составила более 50 млн рублей. Выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек, большой детской площадки, многофункциональной спортивной площадки, спортивной площадки занятий в баскетболах и в лесных портах. И спортивная площадка с уличными тренажерами была сделана. И наружное освещение. Работы выполнены в полном объеме, использованы по целом и значению. В 2020 году планируется завершение работы по обустройству Северного парка. В рамках подпрограммы «Жилище» госпрограммы «Устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» юго-западный микрорайон был обеспечен инженерной инфраструктурой. Освоено больше 106 млн рублей. Кроме того, выплачивались субсидии молодым семьям по программе развития жилищно-коммунального хозяйства. Без хороших, отвечающих самым современным требованиям дорог, невозможно развивать ни одну сферу экономики. Поэтому программа развития сети автомобильных дорог Краснодарского края – одна из самых важных и приоритетных по финансированию. По программе обеспечения безопасности населения на условиях софинансирования было приобретено 37 миллионов рублей. автогородков и кабинетов по безопасности дорожного движения. Без малого 25 млн рублей было выделено в 2019 году на субсидирование производства сельхозпродукции в малых формах хозяйствования. Эти средства помогли животноводам и овощеводам, в том числе владельцам теплиц. Всего принято и обработано в 2019 году 153 пакета документов, в том числе 24 пакета от христианско-фермерских хозяйств и индивидуальных принимателей, 129 пакетов документов от граждан ведущих лично-пособных хозяйств. Представители фермерского сообщества и владельцы лично-пособных хозяйств являются незменными участниками на промышленной выставке «Кубанская яд». В 2019 году мне приняли участие 14 сельхозтоваропроизводителей сельхозпроизводителей. Также меры господдержки оказываются сельхозтоваропроизводителям всех господных форм собственности по широкому спектру направлений. Финансовая поддержка дала импульс для роста сельхозпроизводителей. Программа «Развитие физической культуры и спорта» помогла приобрести инвентарь, спортивное оборудование и экипировку, провести дважды в год углубленный медицинский осмотр спортсменам нескольких учреждений. Была построена многофункциональная спортивно-игровая площадка. В рамках специальной программы введено в строй здание муниципального архива. В полном объеме в 2019 году завершен капитальный ремонт здания и помещения муниципального архива в поселке Сопозном, в улице Школьной, 613А. Проведено оснащение современным архивным оборудованием. Стоимость работы составила 10 млн 622 тыс. рублей. Выполнены капитальный ремонт водопроводной и финализации. Электромонтажная работа. Произведена замена тепловых сетей и котельных. Выполнены общестроительные работы, архитектурные решения, ремонт фасада здания, благоустройство прилегающей территории. Итак, муниципалитет участвовал в прошлом году в 11 государственных программах. Решением Совета Славянского района результаты выполнения госпрограмм признаны удовлетворительными. Также на сессии был рассмотрен очень актуальный для сегодняшнего дня вопрос. В целях обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции для наиболее пострадавших категорий, осуществляющих экономическую деятельность, было рекомендовано понижение ставки единого налога на вмененный доход. Рекомендовано муниципальным образованием вынести на сессии вопрос и рассмотреть о понижении ставки. Конкретно было всем разослано в два раза по единому налогу на вмененный доход. Ставка у нас от базовой доходности действующая в 15%. Но сейчас рекомендую на этот год установить 7,5%. Решение об установлении пониженной ставки единого налога на вмененный доход было утверждено Советом Славянского района. Кроме того, была принята к сведению информация о предварительных итогах выполнения индикативного плана социально-экономического развития Славянского района за 2019 год. Объем промышленного производства в районе составил 112 миллиардов рублей или 104,9% от плана. Стоимость отгруженной сельхозпродукции более 14,6 миллиарда рублей, а это 118,6% к плану. Более чем вдвое от запланированного был превышен объем привлеченных в экономику инвестиций свыше 7,6 миллиардов рублей. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Игорь Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События»